День стоматолога День стоматолога В 2049 году католическая святая Аполлония Александрийская, которая была потом в 300 году канонизирована, она была замучена и у нее удалили перед этим зубы. И вот с того времени этот праздник связан именно со святой Аполлонией. Она является святой покровительницей стоматологов. Это идет вот из истории. В советское время этот праздник не отмечался. Но в мире при этом он был, да? Да. А последние годы он у нас отмечается 9 февраля. Теперь что касается стоматологической помощи в крае. Стоматологическая помощь в крае, она оказывается государственными стоматологическими поликлиниками, стоматологическими отделениями. Их 35. Это 19 поликлиник и отделения, которые в составе структуры центральных районных больниц находятся. И частными стоматологическими учреждениями. Стоматология ориентирована больше на частную структуру. Но если в количественном отношении, мы посчитаем, в этих 35 структурах наших, количественно народу работает не меньше. Вот. Значит, стоматологическая помощь, она, в общем-то, стоматологической помощью охвачен весь Тавропольский край. Скажу таким образом, что, в общем-то, государственные стоматологические поликлиники и отделения, они больше ориентированы на бесплатную стоматологическую помощь в системе обязательного медицинского страхования. Каждый гражданин нашей страны имеет полис обязательного медицинского страхования. В стоматологии нет участковости прикрепленного населения. Поэтому каждая поликлиника, она оказывает любому гражданину Ставропольского края или России. И в дальнейшем этот полис, услуга, которая оказана, она выставляется и оплачивается фондом ОМС. Вот. Частные стоматологические структуры, они больше ориентированы на бизнес, они работают только по хозрасчету. Хотя закон не запрещает работать юридическому лицу негосударственной формы собственности, иметь государственное задание. Все ли виды помощи можно получить в крае или есть случаи, когда приходится отправлять пациентов за стоматологическую помощь или помощь по профилю в другие регионы, часто с тем, Москва, Петербург? Понятие высокотехнологичной медицинской помощи именно в стоматологии, оно, ну скажем так, относительно на территории края в лечебных учреждениях стоматологического профиля и в том числе челюстно-лицевом отделении больницы скорой медицинской помощи. Если говорить о операциях реконструктивных, именно челюстно-лицевой области, как хирургических операциях, они все проводятся в полном объеме. Здесь говорить о том, что мы что-то не оказываем или не можем, нет. Насколько стоматологическая стоматология шагает в ногу со временем? Ведь вот новые технологии постоянно во всем. И, естественно, и ваш профиль тоже не... Сегодняшнее, скажем, требование времени, требование времени это последипломное образование. Что в это понятие входит? То есть каждый специалист после окончания получения диплома, он должен заниматься самообразованием. Вот раньше было это в пять лет раз, а сейчас это непрерывное медицинское образование, которое требует каждый год набирать определенные баллы, теоретические и практические. И по истечению пяти лет они дают, будем сдавать аккредитационный экзамен. То есть, само собой, система будет требовать каждого специалиста, чтобы он занимался самообразованием, самоподготовкой. Соответственно, это требует посещения форумов, симпозиумов, конференций. То есть, каждый стоматолог, каждому доступна любая технология. Ну и век, в общем-то, сегодня, когда мы можем через паутину получить любую информацию, и дистанционно в том числе обучиться, нет ничего недоступного. В общем-то, любая технология... Без отрыва от работы вечером. Без отрыва, да. Любая технология, которая будет любым производителем придумана, изобретена и предложена, она доступна для любого читающего. Соответственно, остается только подкрепить наличием оборудования и материалов. Вот, думаю, что... Кстати, о материалах. Вот, изменение курса доллара. Отразился ли новый курс на стоимости медицинских услуг? Я понял, да, о чем вы говорите. Значит, скачок в валюты в конце 2014 года, конечно, он имел отображение в системе закупок, потому что стоматологический материал, к сожалению или к радости, он в основном импортный. И оборудование в том числе, практически в полном объеме, я имею в виду, это стоматологические установки, это все в полном объеме, та техника, это рентгеновское оборудование и тому подобное, оно все полностью импортное. Соответственно, и цены на них на рынке выросли. Естественно, ну, мы постарались это сильно не отображать на стоимости услуг, но, во всяком случае, это тоже немножко произошло. Вот, говорить, много говорим последние годы по импортозамещению, конечно, было бы хорошо, но для этого нужно достаточно длительный период создания собственных баз для того, чтобы это оборудование выпустить. И плюс есть еще один такой интересный момент, когда оборудование, которое сейчас проходит амортизацию в наших учреждениях, оно имеет еще срок. И для этого нужны определенным образом расходники, и именно расходники, которые тоже мы закупаем. Сегодня, если в плане волевым решением, скажем, все, мы не покупаем ничего, все наше, мы остановим тоже то, что у нас сегодня есть. Вот, современные технологии позволили привести к тому, что все-таки лечение зубов становится, ну, достаточно безболезненной процедурой. Вот сейчас стало ли меньше людей, которые боятся стоматологов? Безусловно, сейчас молодое поколение, которое растет, оно меньше боится по определению, потому что раньше советская стоматология, ну, не хочу говорить о коллегах плохо, просто в те требования, которые были, они менее требовательны были к профилактике. Сейчас в профилактике уделяется большое внимание, потому что воспитание, именно закладка стоматологического здоровья, она происходит именно в тот период, начиная даже, можно сказать, с внутриутробного развития нашего, потому что зуб, как любой орган, он закладывается эмбрионально. И, в общем-то, если у мамы был токсикоз, в этот период закладки именно зубов, естественно, зубы могут иметь определенные дефекты. Во время прорезывания у малыша зубов, если он болел каким-то вирусным заболеванием, ангиной, соответственно, эти зубы тоже могут быть поражены кариесом. И дальше мы идем следить, уже учим детей правильно чистить, правильному уходу. Родители обязательно должны следить за, естественно, прорезыванием зубов, естественно, это контакт с доктором лечащим, потому что все аномалии развития, все аномалии прорезывания зубов в дальнейшем прикуса у малышей, они приведут к дальнейшим осложнениям уже в взрослом периоде. Не уходя дальше, я хотел бы, конечно, немножко коснуться профилактики, которая проходит у нас на территории края. В службе главного специалиста стоматолога Минздрава Ставропольского края есть главный детский стоматолог, профессор Зеленский, который отвечает за этот раздел. В общем-то, у нас, если брать город Ставрополь, во всех, в многих школах, это 21 школе имеются кабинеты, где врачи именно занимаются стоматологическим здоровьем школьников, они же курируют детские садики. В Пятигорске несколько кабинетов школьных, в Георгиевске 6 кабинетов, плюс в Георгиевске есть передвижные стоматологические установки, которые на территории Георгиевского района осматривают детей. И, в общем-то, вот в целом, в целом, можно сказать, что на сегодняшний день родители стали больше уделять внимание, видя проблемы свои, и о чём вы сказали. Естественно, уже молодое поколение, оно меньше боится, потому что мотивация совершенно другая, и плюс безболезненное лечение. Раньше не было такого большого количества или спектра выбора средства обезболивающего, анестетиков. Сейчас доступно и достаточно безвредно, и в малых объёмах мы применяем анестезию. Ну, хочу сказать, что до трёх лет только по наркозам детей мы лечим. Вы коснулись профилактики и контроля родителей. Вот всё-таки хорошие зубы – это в большей степени генетика, или это уход за зубами, контроль, профилактика? Ну, начнём с того, что всё у нас связано с генетикой. Вот, с генетикой. Естественно, я не зря коснулся развития ещё внутриутробного. Это тоже фактор, который имеет значение. Потом время прорезывания, о чём тоже я сказал, что ребёнок, если болел, то он тоже может быть здоровым зубом. Дальше следить, естественно, правильно очистить вредные привычки. Болезнь зубов – это не только зуба, это и прикуса в том числе, который потом может привести к изменению в височно-нижечелюстном суставе. То есть, деформация начнётся определённо? Да. Есть такой сейчас очень интересный момент у молодого поколения – проблема восьмых зубов. Это зубов мудрости. Скажем, что происходит? Со временем человек, пища становится мягче. То есть, если мы на истоки смотрим, когда нас создатель создал, он нам дал более другие условия жизни на выживание. Соответственно, и пища была совершенно другая. Более грубая. Грубая. Уменьшается челюсть. И в полости рта нет места рудиментарным восьмым зубам. Это которое называется… Зубы мудрости. Зубы мудрости. Они растут или в сторону, или они не прорезываются вообще, вызывая фантомные боли. И чаще всего происходит это нарушение прикуса. И почему? Потому что часто в консультациях касаюсь вопроса удаления, профилактически, чтобы у молодой девушки, которая следит за зубами, не было потом деформации прикуса зубного ряда. Да, вот это тоже вот в части. Михаил Павлович, ну вот и в завершении беседы у меня вопрос, который интересует, очень хотелось бы вам задать. Вот идет у нас по телевизору реклама и жевательной резинки, и инновационной зубной пасты. Действительно ли от них есть польза, или это все-таки больше маркетинговый ход? Наверное, есть и то, и другое, и третье. Ну, вообще, и когда мои пациенты задают мне вопрос, а какими пастами доктор чистит зубы? Ответ один. Надо чистить. Правильно чистить. Пасты сильно не имеют значения. Но если есть, скажем, склонность определенная с заболеванием десен, можем выбрать пасты, которые укрепляют десна. Но можно их комбинировать. По поводу жевательных резинок, ополаскивателей, это все-таки средство, ну, будем говорить, гигиены и свежести нашего дыхания. Вот в этом плане. А вообще, профилактика взрослого населения, хотя бы надо раза два в год посещать своего стоматолога. Мы же к парикмахеру ходим каждую неделю. Каждый месяц, да. К стоматологу тоже. И он только может, профессионал, оценить клиническое состояние и состояние гигиены в том числе. Спасибо большое, Михаил Павлович, за интересный разговор. Напоминаю, гостем нашей программы был главный стоматолог Ставропольского края Михаил Порфириадис. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ